Здравствуйте, это Открытая студия. И сегодня у нас в гостях депутат Саратовской областной думы от фракции КПРФ Николай Николаевич Бондаренко. Здравствуйте, Николай Николаевич. Всем здрасте. Президент Путин, заявив о серьезной эпидемиологической обстановке, призвал не приукрашивать ее. А какова реальная ситуация в Саратовской области? Ну и вообще в целом, в глубинке. Не только в Саратовской области. Все, что за МКАДом, находится в приблизительно одинаковой, паршивой, абсолютно неприемлемой ситуации. Это и есть настоящие итоги работы власти, это и есть итоги приватизации медицинской сферы, которая на протяжении последних 20 с лишним лет была нацелена на уничтожение, на закрытие, на сокращение медицинской сферы. И это потому, что каждая система, когда нуждающиеся в госпитализации, в аппарате искусственной интелляции легких или просто в тесте на коронавирус или просто в компьютерной томограмме легких не могут этого сделать. Чтобы вы понимали, в регионах очереди на КТ растягиваются на полтора месяца. То есть человек, который, к примеру, ждет скорую помощь домой, может дождаться ее через несколько дней. А скорая едет и ежедневно фиксирует огромное количество смертей людей, которые стояли на учете вне больничной пневмонии и которые просто не дождались этой помощи. Те, кто не смогли лечь в больницу, а таких абсолютное большинство граждан, должны обеспечивать себя лекарствами самостоятельно, в аптеках лекарств. Нет. Все это приводит к тому, что по итогам этого года убыль населения нашей страны побьет все возможные рекорды и альтернативы. Когда президент Путин абсолютно лицемерно заявляет о том, что российская медицина выдержала, конечно, безусловно, это лукавство. Российская медицина не выдержала, несмотря на героические подвиги медицинских пневмоний и другого медицинского пневмония. Их категорически не хватает, потому что фонды обязательного медицинского страхования совместно с Мездравом установили уровень заработных плат в медицинской сфере настолько ничтожный, что молодежь не очень-то хочет идти, полжизни учиться и потом за эти копейки работать, да еще и каждый день рисковать своей свободой, потому что любая ошибка – это человеческая жизнь, это невосполнимые потери это принесет. Поэтому, конечно, за такую зарплату никто работать не хочет. Это приводит к миграции из регионов медицинского персонала, врачей. Люди едут в Москву, люди едут в Питер, потому что там зарплаты значительно выше, а здесь просто разброты, шатания, чтобы вы поняли, вот в Саратовской области депутатом, которой я являюсь, вот у нас в Саратовской области есть несколько населенных пунктов, где есть, например, какие-то медицинские учреждения, там ФАПы, например, в которых нет ни одного врача, ни одного сотрудника, потому что все болеют, либо уволились, либо находятся на карантине, и ситуация доходит до абсурда, семья, потомственные работники заболела коронавирусом, а главный врач, соответственно, мужу, то есть второй половине этой ячейки общества, говорит, надо выходить на работу, потому что работать больше некому. Или, например, человек приходит в медицинское учреждение, там, врач, и говорит, вы знаете, у меня боль в груди, я не могу дышать, а ему говорят, иди работай, работать некому. Вот эта ситуация усредненная по всей стране, и все будет только хуже, только страшнее, потому что по бюджету Государственной Думы и региональный бюджет по всей стране мы видим, что они не просто не увеличивают финансирование здравоохранения, они его умудряются сокращать. То есть вот эта оптимизация будет проходить даже в условиях эпидемии и пандемии коронавируса. То есть вполне справедливо будет сказать, что система областного здравоохранения совершенно была не готова к пандемии. Не готова, мягко говоря. Они прекрасно знали в начале 2020 года, условно говоря, в феврале, что будет вторая волна. Они прекрасно понимали, что эта волна будет, ну, как минимум, не слабее, чем первая. И не было сделано абсолютно никаких приготовлений. Не было выделено абсолютно, ну, не было ресурсов, которые отвечали этой опасной и страшной ситуации. И, конечно, безусловно, за это власть должна ответить. Может быть, это невозможно при действующем режиме, который, как говорится, рука руку моет и своих прикрывает, но население, народ, Россия, вот этот цифровой век, он ничего не забывает. Все это дело записано в нестираемую вот эту цифровую ленту. И я надеюсь, что у этих виновников, у людей, у которых личные кресла ценнее человеческих жизней, что у них хватит здоровья дожить до своего суда. Известно, что вы с рабочей группой организовывали выездную ревизию аптечной сети. Каковы итоги проверки? Ну, собственно, на одном из заседаний нашего парламента, собственно, представитель Единой России, руководство выступало с таким закономерным обычным тезисом, что все хорошо, не нагнетайте, все на самом деле не так плохо. И, собственно, ну, раз вам в этом так уверено, давайте вот у нас прямо напротив Думы есть аптека, давайте сходим не на окраину города, не куда-то в район поедем, а прямо сюда. И, конечно, они были поставлены в тупик, просто не имели возможности, как бы, окреститься от этого, они были вынуждены в эту аптеку пойти и, ну, встали в ту неудобную, как говорится, позу, да, защищаться им было нечем. И, собственно, вот эти пустые прилавки, и там специалист, да, который отвечал на вопрос, который говорит, у нас, собственно, нету антибиотиков, нету, вот этого нету. Ну, говорит, вот это же вам привезли, ну, да, это нам привезли, но всего восемь пачек. Что такое восемь пачек, да? Когда нету ни шприцов, ни воды, нету градусников, уровень безумия зашкаливает, это на фоне невероятного кратного увеличения стоимости этих лекарственных препаратов. Конечно, мы это делаем не для депутатов Единой России, у нас нет возможности их переубедить, они работают за большие деньги, за личное положение, и они даже 300 раз, может быть, с нами будут согласны, но руки будут поднимать так, как им говорит губернатор. Мы это делаем для того, чтобы обличить эту власть, чтобы показать гражданам реальное положение, реальных виновников этой ситуации, те, кто на самом деле являются причиной всех этих бед. Ведь у правительства есть деньги, есть фонд национального благосостояния, есть огромные золотовалютные резервы. Их нужно тратить на это сейчас. Нужно восстановить сеть государственной аптек. Государство должно это контролировать. Никакие эффективные собственники и менеджеры, и бизнесмены. Мы видим сегодня, как невидимая рука рынка, которую нам хвалили на протяжении 30 лет, как она не справилась. Мы видим, как это происходит не только в России, как это происходит во многих странах мира. И сейчас хвастаться и говорить об этом, что-то не слышу особо воздух с их стороны. Если вы не в курсе, уважаемые чиновники, мы здесь собрались по проблеме, по катастрофе, которая сложилась. Я вот записывал, вам, может быть, это интересно. Все закуплено, направлено, все обеспечены. Цена выросла на 3,8%. Заявлений о нарушениях не поступало. Все в пределах закона. Круглосуточно работает КТ. Я вот слушаю, мне хочется поверить, что в области все нормально. Если бы шквал ко мне и к моим коллегам, десятки людей не обрывали бы телефон и не говорили, что они умирают дома. Я бы люди ко мне на прием с температурой не приходили, не говорили, мы ему, мы, ладно, говорит, я, я детей, говорит, не могу своих спасти. Вы, что сейчас здесь не слито нам, а? Вы нас в чем хотите убедить, что у нас все хорошо? Вот послушайте, вот здесь вот что сейчас говорили. Значит, врач приходит, делает тесты. Я интересовался, звонил в несколько подстанций. Я по всем не знаю, но мне заявили в двух подстанциях, что ежесуточно они фиксируют смертность от пневмонии 5-7 человек в сутки. Это те, кто наблюдались. Это те, кто не дождался просто скорой, когда она им потребуется. И когда пришел доктор, как говорится, врач, или приехала карета скорой помощи, человек уже умер. Сколько у нас подстанций в Саратове? 7-6-7 подстанций, да? Это умножить, это несколько десятков человек только, умирает только исключительно от того, что они не дожидаются скорой помощи. Вы нас в чем здесь сейчас хотите убедить, что все нормально-то? Вот вы сказали, сейчас все исправилось. У меня два дня назад брат вызвал скорую помощь. У него температура 39 с лишним и дышать не может. Ну, очевидно, что это заболевание. Никто не приехал. Я, мне звонить неудобно уже по вот этим личным сотовым телефонам, потому что я каждый день, вот Александр Юрьевич рассказывает коллеге, мы каждый день занимаемся, мы уже надоели, от нас трубки уже не берут. Мы звоним, мы говорим, еще, еще два человека, еще пять человек. И обращаются, приходят матери с детьми. Ну как мы им откажем-то? Ну вы нас почему убеждаете, что все хорошо? Мы хотим слышать неформальные доклады. Мы хотим слышать реальную ситуацию. Мы здесь собрались, Иван Геонидович, который якобы переживает здесь за избирателей, чтобы понять реальное положение для того, чтобы оценить, какие нужны ресурсы и конкретные шаги. А когда вы нам здесь рассказываете, что все отлично, вот говорят, КТ делается строго по рецепту. Ну вот этот рецепт человек получить не может. Прошу прощения, направление, не по рецепту. Но вы в курсе сейчас, по направлению какая очередь? Вот скажите, пожалуйста, вот мой первый вопрос. Вот если человек получил направление, он может завтра сделать это КТ? Просто когда я разговариваю с докторами, они говорят, середина декабря. Это по направлению, за деньги, за чудовищную переплату. Ну вы почему здесь, сейчас это не говорите-то, а? Да, ведь для этого эта площадка здесь и сделана. Не-не-не, вот круглосуточно, я могу сегодня в 10 часов вечера поехать сделать? Или там будет очередь, и мне скажут, что нет места? Ну возможно там очереди будет, но там все равно вам его сделают, если у вас есть направление. Нет, сегодня же не сделают? Сделают сегодня, если у вас есть направление. Еще раз говорю, очередь на месяц лишним вперед. Вы не слышите, что ли, я говорю? Записываются. Что? С направлениями нужно подъехать, что делать? Я говорю о очереди с направлениями. Доктора, когда привозят. Вы не в курсе, что есть такая очередь? В курсе очереди. Еще раз, насколько она длинная. Динамику расскажите. За неделю она сократилась, увеличилась. Когда гражданин реально может в круглосуточном режиме, когда он может реально получить эту услугу? Не приходят врачи, не приходят. Не приходят, скорая приезжает через три дня. Просто не приходят. То есть ситуация строго по рецептам, но рецепты получить нельзя. Вы говорите обеспечение после подтверждения диагноза, а диагноз мы подтвердить не можем, потому что доктор не приходит. Все, хватовая ситуация. Ну тогда пишите заявление, увольняйтесь, если по-другому не получаете. Вот из того, что я общаюсь с врачами, с медиками, они говорят, что в больницах отсутствуют современные лекарственные препараты. Вот если мы возьмем, например, Москву, Петербург, то, говорит, те препараты, которыми лечат людей там, они говорят, здесь не просто в дефиците, их здесь априори нету. Это старые антибиотики, которые, мягко говоря, не являются уже совершенными и передовыми. Вот эта ситуация, она будет меняться или нам надо за это сказать спасибо? Вот эти вот все, о чем рапортуют Путин там по телевизору, вот это все, оно придет в Сратов? Все лекарственные препараты, соответственно, с методическими рекомендациями, у нас закуплены абсолютно все. То есть полная линейка препарата, естественно, стационарки второго и третьего, и четвертого в том числе у нас есть. Да нет, скажите, где? Во всех стационарах, соответственно, я ввел стационар, закупал здесь на огородной случайно. Удалось, люди с Хабаровска возят, с Сочи вот сейчас предлагают, можно купить. В связи с тем, что мы сейчас слышали от Минздрава, от других ведомств, что есть непредвиденные расходы. И действительно адекватно, да, что это вскрыло целый ряд проблем, которые требуют дополнительных финансов. На согласительной комиссии от имени комитета и рабочей группы выступить с категорическим несогласием сокращения бюджета. Потому что его сокращают сейчас на 40%. Минздрав сокращает. Его не просто нельзя сокращать, его надо увеличить кратно. Вот сейчас то время, когда нужно засыпать здравоохранение деньгами, просто засыпать. Друзья, очень редкие случаи. Представляете, удалось... Мы вас вытащили, удалось вытащить, да, представляете, такая выездная группа, можно сказать. Мониторят они. И что, получается что-нибудь? Есть чем похвастаться? Есть. Вот сейчас, значит, собственно, в ближайшую аптеку. Вот. У них, конечно, есть желание тыкнуть на окно нас носом, что все есть, все в достатке. Но очевидно, что это абсолютно не так. Есть такие препараты у вас в наличии? Вы прям по порядку, читайте. Противовирусные препараты. Иммуноглобулин. Есть? Иммуноглобулина нет. У нас есть, допустим, препарат грифтерона. Не-не-не, вот второе, второе. Фавипиравир, аналог. Есть? Или риамиловид гидроксихлоригин. Нет такого, нет. Не того, не того, нет. Так, следующий. Противовирусных вообще нет у вас сейчас. Антибиотики, давайте, к антибиотикам пройдемся. Четыре вида антибиотиков. Какие из этих есть? Азитромицин есть? Азитромицин есть. Так, лево флаг... Азитромицин есть, лево флассацилин нет. Азитромицин нет. А цифтериаксон когда последний раз был? На прошлой неделе. На прошлой неделе? На этой неделе нет? На прошлой неделе когда был? В мотире. Мы заходили, когда у вас было? На 3 дня назад, наверное, там. В пятницу, в четверг. Понятно. Когда? В пятницу, в четверг был? Заходили. Ну, его было очень мало, его быстро разобрали. Хорошо, лидокаин есть. Лидокаин сейчас получили, но очень мало. А сколько получили? 8 коровок всего. 8 коровок. Вода есть? Вода нет, вода закончилась. Шприцы? Мы еще не получили. Шприцы есть. Термометры? Градусники. Градусники нет. Перу можно заживать на руки, да, таблетки нет. А скажите... Мне хочется сказать, вы придурки, нет? Все нормально, все хорошо. Ольга Владимировна. А скажите, пожалуйста, по поводу рецептов. Вот мы сейчас слышим от Минздрава, что они будут переходить на... Ну, продажи на рецептурные. Вот вы уже перешли, не перешли. Есть понимание. Просто нам уже заявили, что перешли. А есть понимание, что еще можно покупать. Просто какая обстоятельность дела? А врачи выписывают рецепт? Не выписывают. Ну, врачи выписывают рецепт? Нам проблем, информация, что проблема. Смотрите, попасть к врачу. Хорошо, проблема попасть к врачу. Вы заболели. Вы что будете сидеть, ждать врачу? Вы пойдете в аптеку и будете... Да нет, мы же спрашиваем... Вам разрешают? Да, мы спрашиваем ваше разрешение. Ну, мы сейчас по рецептам продаем. И как же люди спасаются? Не знаю. Спасибо большое. Нет ответственности. Путин на словах говорит, что есть персональная ответственность. А на деле все разводят руками, и никто никакой ответственности не несет. А руководство, законодательная власть, говорит, что все нормально. Что-то будет. Бинт там будет. Что-то передергивает. И уготверный уголь, и пурген там будет. Вот это там будет точно. Друзья, вся эта ситуация вскрывает проблему системы здравоохранения. И неэффективности той системы, которая сейчас выстроена в нашей стране. Где вот эта невидимая рука рынка в условиях кризиса, она откровенно не справляется. Ведь для предпринимателей это, ну согласитесь, хорошая возможность дополнительно извлечь прибыль. Увеличить объем. А им лучше увеличить цены. Лучше создать вот этот вот, наверное, в какой-то степени искусственный дефицит во многом. И заработать на этом дополнительные миллиарды. Вот эта новая статистика, которая выходит каждый день. Сколько на эту дату граждане переплатили за лекарства. И это есть капитализм, это есть рынок. Нет ничего святого. Есть просто тупо желание заработать как можно больше. Бюджет регионов будет формироваться в условиях пандемии. Какие основные статьи? Ну, собственно, я наблюдаю за ситуацией в регионах. Я смотрел и, собственно, читал бюджет, который, собственно, в Государственной Думе сформирован. Ну и наш регион, да, Саратовская область, наш региональный бюджет тоже не стал исключением. Ситуация приблизительно одинаковая. Власть проигнорировала свою обязанность ответить вызовам времени и заложить в здравоохранение, в медицину необходимые ресурсы. Власть планомерно сокращает расходы на образование. При этом они находят деньги на увеличение трат на чиновников, судей, на средства массовой информации, которые карманные, которые про них будут писать то, что им нужно и поддерживать эту власть. Ну и на другие статьи, которые, ну, мягко говоря, идут в разрез с интересами граждан. Когда они говорят, что этот бюджет социально ориентирован, что в процентном соотношении большая часть выходит на сталку, может быть, в какой-то степени, да, если так округлять. Может быть, на это можно отреагировать без лишней агрессии. Но, если мы смотрим в реальных цифрах, сокращение идет просто катастрофично. Вот по своему региону, по Саратовской области бюджет на здравоохранение в этом году сократили относительно на 40%. Практически на 40%. Образование более чем на 10%. Идут сокращения по всем основным статьям, которые важны для населения и граждан. При этом губернатору увеличили финансирование на 8%. Слово зарплаты все будет хорошо. Подняли зарплаты министрам. Заложили необходимые деньги не просто на оплату и деятельность, например, судей, но и на то, чтобы они себе, к примеру, оргтехнику поменяли. Или там какие-то повышения кадров, там, обучения. Но это точно не своевременно. Когда нам говорят, что у нас должна быть экономия, экономить нужно не на обязательствах, экономить нужно на себе в первую очередь. И если мы смотрим расход на содержание Думы, например, или каких-нибудь псевдообщественных структур, там, каких-нибудь общественных палат, все свое они защитили. А граждане, ну что, ну не впишутся в рынок, как когда-то Чубайс сказал. Это была открытая студия. У нас в гостях был депутат Саратовской областной думы от практики ТРФ Николай Николаевич Бондаренко. Боритесь за свои права. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова